Всем доброго дня! С вами канал История Рок и Метал Музыки. И в данном видео будет обзор и рецензия на новый альбом английской группы Carcass, который получил название Tone Archers. Сразу хочу попросить прощения за свой английский, но в ситуации с обзором творчества группы Carcass, которая применяет сложные термины, это простительно. Итак, английская группа Carcass имеет более чем 35-летнюю историю, но несмотря на это до 2021 года они разродились только шестью полноформатными альбомами. Но ведь главное не количество, а качество. А вот с этим у музыкантов коллектива как раз все более или менее хорошо. Вообще путь группы можно сравнить с историей студента медика патологоанатома. Начав студенческие годы и обладая огромным количеством энергии, злости и решимости сокрушать все на своем пути, музыканты Carcass вместе со своими друзьями, коллегами и соотечественниками из группы Napalm Dead создают крайне экстремальную и агрессивную музыку, являясь по сути основателями стиля горграйнд, о чем свидетельствует их первый альбом под названием Rig of Putrefaction. Взрослее и набираясь опыта, группа записывает второй альбом Symphonies of Sickness, который можно охарактеризовать уже как Dead Grind, что тоже является открытием в экстремальной музыке. Далее будет еще одно научное открытие под названием Некротицизм – Discounting the Insalubrious. И этот альбом, пожалуй, является лучшим в дискографии коллектива, который привнес много нового уже в сам Dead Metal. На этом студенческие и практиканские годы молодых патологоанатом закончились. Еще более повзрослев, музыканты коллектива создают альбом Hard Walk, тем самым отходя от привычного Dead Metal в сторону облегчения своего звучания и добавления мелодики, тем самым являясь одними из создателей мелодичного Dead Metal. Ну а дальше. Взаимодействуя с крупными мажорными лейблами коллектив создает стиль Dead and Roll, выпуская при этом неоднозначный альбом с One Song. Причем пластинка получилась настолько непринятой ни поклонниками, ни критикой, что группа фактически распалась. О группе ничего не было слышно до 2007 года, когда произошло ее воссоединение, а новый альбом музыканта выдали только в 2013 году. Все же Cold Steel восстановил репутацию коллектива, продемонстрировав смесь традиционного Dead'а с мелодик Dead'ом. И вот, после 8 лет затишья в сентябре 2021 года, после проблем, связанных с пандемией, вышел долгожданный седьмой полноформатник англичан под названием John Archers. Пластинка вышла на лейбле Nucleoblast Records. Название альбом получил в честь демозаписи, записанной еще бывшим барабанчиком «Каркас» Кеном Оуэном. Запись альбома проводилась в течение 19-20-го годов сразу в нескольких студиях в Англии и Швеции. Обложку «Натюрморт» в виде сердца, составленную из вегетарианских продуктов на белой тарелке, сделал Збигнев Белек. В записи материала для пластинки принимали участие, понятное дело, сами Джефф Уокер и Билл Стир, а также барабанщик Дэниел Уайлдинг, с которым записывался еще прошлый альбом «Surgical Steel», который ранее был участником группы «Абоджит». А также музыканты взяли в группу второго гитариста Тома Дрейпера, который ранее был участником «Сэвич Мессия» и «Энджел Вич». Наличие второго гитариста явно добавило мощи и разнообразия в музыку группы. «Каркас» никогда не выпускали повторяющихся альбомов. Каждый новый релиз группы – это что-то новое и неизведанное. И в этом отношении музыканты достойны уважения. Лично я восхищаюсь группами, которые не боятся исследовать новые музыкальные территории, вместо того, чтобы ходить по кругу, как большинство ветеранов хэви-металла. Итак, посмотрим, что несет в себе свежее творение от ставших уже профессорами патологоанатами группы «Каркас». Первый трек называется «Тон Ачерес». Заглавная композиция альбома является его открывашкой. Начинается с мощного барабанного вступления Дэниэля Уайлдинга. К слову сказать, Дэниэл как нельзя лучше вписался в коллектив и обладает замечательной техникой. Сама композиция – это типичный дэд-метал с быстрым темпом, задающий том всему альбому. Достаточно цельная песня, не имеющая ничего лишнего и включающая все стандартные дэдовые элементы. С воздушным соляком и очень нескучная. Ну а дальше начинаются некоторые сюрпризы. Второй трек с непроизносимым названием, вкратце его можно назвать «Dance of Achtop», имеет достаточно оригинальную для каркас музыку. Начинается песня с барабанного танца, этакий «Руки вверх». Очень интересная композиция со сложным ритмом и блюзовым соляком. И опять, вся тема вращается вокруг барабанной игры Дэниэля, что должно не только заставить бывшего барабанщика каркасской на ООНа гордиться своим преемником, но и послужить хорошим предзнаменованием для ближайшего будущего группы. Запоминающаяся и оригинальная песня. К слову сказать, Иштаб у древних майя – это богиня самоубийств и жертвоприношений, которая ассоциировалась с плодородием и лунным затмением. А словечко «психопол», упоминаемое в названии композиции, означает «проводник душ». Существо, дух, ангел или божество во многих религиях ответственное за сопровождение душ умерших в иной мир. Например, валькирии с скандинавской мифологией. Следующая песня называется «Эленор Райга Мотис». Начинается с быстрого соляка, после чего переходит в качающий медленный темп, который сохраняется почти до конца композиции, а потом вновь переходит в быстрый соляк. Вообще, вторая и третья песни на альбоме отражают некоторую творческую зрелость коллектива, в отличие от старого знакомого фирменного звукокаркаса. Следующая идет «Under the Scalpel Blade». Сложная тема с постоянно меняющимся темпом и ритмом. Сочетание классического дед металла с прогрессивными элементами. Песня сочетает в себе энергию старой школы, гитарные мелодии эпохи альбома «Хадж Вок» и более бодрую атмосферу альбома «Сванг Сонг». Песня ранее выходила на мини-альбоме «Despikeable». Следующая композиция «The Jewel Rides Out». Была одной из первых песен, сделанных для нового альбома. Плачущая гитара открывает композицию и на протяжении всего трека проходит через множество различных стилей. Опять же, барабанные партии просто впечатляют. В целом, запоминающаяся, мощная и энергичная композиция в стиле «Dead and Roll» с прекрасной гитарной работой. Следующая композиция имеет длинное название «Flash Ripping Sonic Charmant Limited». Является самой длинной на альбоме, этакий эпик почти на 10 минут. Мелодия акустической гитары во вступлении, а потом начинается настоящее музыкальное путешествие. Здесь вы найдете множество изменений темпа, потрясающие гитарные риффы и стремительные соло-партии. Во второй половине композиции есть эпическое блюзовое соло поверх эмоциональной и медленной ритмической линии. В то же время от всего содержимого песня становится повторяющейся и достаточно раздутой. Начинаешь ловить себя на мысли, что, пожалуй, и хватит. Kelly Smith Emporium Композиция очень близка к фирменному звуку «Каркас». Открывается барабанным вступлением и переходит в быстрый ритм с прекрасной двойной гитарной работой Стира и Дрейпера, местами напоминающая о днях бурной молодости. In God We Trust Песня с жизнеутверждающим названием наверняка станет одним из концертных хитов коллектива. Начало мне почему-то напомнило ранних «Made in Bright», зато потом пошел прекрасный ритм, характерный для коллектива с простым, но запоминающимся рифом. Отличная композиция, одна из лучших на пластинке. Wake Up and Smell the Carcass Те, кто хорошо знаком с творчеством группы, наверняка вспомнят компиляцию, вышедшую в 96-м году и имеющую подобное название. Стоит особо отметить призывающую вокальную подачу. Песня наполнена отличными рифами и соликами. Ну и последняя композиция на этом альбоме называется The Sky Fremuseless Swing. Песню открывает очень нежное вступление. Далее Все наполняется довольно стремительным и яростным темпом, что делает ее одной из лучших на альбоме и достойным его завершением. Подводя общий итог, можно сказать, что каркас записали довольно интересный, оригинальный и разнообразный альбом. Поклонникам первых трех работ коллектива он может и не понравиться, хотя некоторые отголоски тех работ присутствуют. В любом случае, в качестве общего музыкального развития альбом обязательен к прослушиванию. Есть много новых, интересных и непохожих идей, которых группа ранее не использовала. Отдельного внимания заслуживает техника барабанщика Дэниела Уилдинга. Основатели коллектива должны рассматривать эту вновь обретенную стабильность и групповую динамику как уникальную возможность оживить деятельность группы. В любом случае, бесспорно, что каркас войдет в историю как один из самых влиятельных коллективов экстремального металла, наравне с такими легендами, как Dead и Morbid Angel. А сам альбом является одним из претендентов на звание альбом года. На этом все. Не забываем подписаться на канал, поставить лайк этому видео и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok